Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Рад вас видеть. Сейчас я посмотрю, видно и слышно, начался ли вебинар, и начнем. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы задаете мне, как всегда, по пятницам. И буду рад с вами пообщаться. Так, смотрим. Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Рад вас видеть. О, меня видно и слышно. Да, и слышно, начался ли вебинар, нет? Сейчас я попробую чуть-чуть наладить свет. Одну минутку. Вот. Сейчас уже хорошо. Ну что, сейчас я перейду в YouTube. Сейчас время, когда просто необходимо отвечать на вопросы. Все ученики нуждаются в том, чтобы знать, что предпринимать и что дальше делать. Поэтому я стараюсь выходить каждую пятницу. Также трансляция идет сейчас в кабинете, на моем сайте Дуйко Гуру. Итак, начнем. Форафора. Андрей Андреевич. Чем лечить спину и ноги? Щитовидка. Хочу вам сказать, что на такие вопросы я с удовольствием отвечу. Но в следующем вебинаре, который я провожу во вторник. Хорошо? Уважаемый учитель Андрей Андреевич, хочу поделиться своим ритуалом, который я придумал о себе в ночь на Рождество. Я на елку скрепками цепляю все деньги, которые имею, и оставляю до утра. Как вы считаете? Елка эзотерически обозначает события. Почему елку украшают? Елка – это события радости, как бы вспышки радости, которые должны произойти на протяжении следующего года. Именно поэтому елку и украшают какими-то яркими фигурами, как бы событиями жизни. Что обозначает елка? Обозначает большое количество событий, которые должны происходить или произойти с человеком. Поэтому очень много на ней иголочек. И наряжают обычно тем, что вот очень хочется, чтобы произошло. Допустим, я бы на месте холостой женщины повесил бы такую игрушку на елку, где она с мужчиной обнимается или танцует. В случае, если хочется автомобиль, можно автомобиль прицепить или переезд, прицепить там вагончик какой-нибудь. Таким образом, вот такие фигуры, которые можно разместить на елку, будут символизировать какие-то события. Почему она мигает? Она мигает или она вспышки появляется. Это наши чувства, чтобы у нас были чувства, чтобы было много событий. По поводу денег, может работать. В случае, если вы разместите на елку деньги, то, скорее всего, они будут к вам приходить. Размещайте только большие купюры. Да, действительно, размещая деньги на скрепке, на свою елку, можно в действительности привлечь в свою жизнь дополнительно материальное благополучие. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ваше учение – это нечто. Спасибо, Наталья Володимировна. Это нечто. Все меняется к лучшему. Огромное спасибо. Подскажите, выйду ли я замуж в своей жизни? Выйдите, да. Алена Чайкина. Доброго вечера. Андрей Андрей. Скажите, кто может писать гадости на странице моей дочери под ее фото? Именно про меня. Может, на меня и колдует пару дней, как потеряла сестру. Тоже от неизвестной болезни. Просматривая вас, я хочу сказать, что не нужно этого бояться. На вас никто не колдует. И по поводу сестры это тоже не связано ни с каким влиянием на нее. Вам просто необходимо не обращать внимания. Вы знаете, я еще раз хочу повторить свои слова, как эзотерик. На человека можно влиять только в тот момент, когда человек боится. В чем вообще задача каждого человека, который пробует влиять на другого человека? В случае, если человек бесстрашный, то повлиять на него практически невозможно. А вот если его как-то напугать, так, чтобы он боялся, боялся потерять деньги, боялся потерять сына, боялся потерять дочь, боялся заболеть, боялся, что его накажут, боялся, что его посадят. И скомпрометировать его на такую боязнь, то в этот момент другой человек, который занимается магией, вот в этот момент он может на него повлиять. Причем повлиять разрушительно и, в общем-то, навредить сильно. Но в случае, если вы не обращаете внимания и вырабатываете в себе то, что я называю здоровый, наверное, эгоизм или здоровое... Помните, я говорил такую мантру когда-то в своей школе. Я говорил, запомните, самая важная мантра нашей школы – я ни при чем. Или мне пофигу, да. Таким образом, не вдаваясь в подробности, я хочу сказать, что это не отношение к жизни, а отношение к страху, который может навязать другой человек. Как обычно это происходит? Человек приходит к какой-нибудь гадалке. Какую задачу ставит гадалка? Или какую задачу ставит человек, который пытается предсказать будущее другого человека? Какую цель он ставит? Цель одна. Обычно человек, который гадает, то для него это является работой. И его работа заключается в том, чтобы зарабатывать деньги на том, что он предскажет кому-то судьбу. Но вы знаете, предсказать на картах – это несложно. А вот предсказать что-то плохое и создать после этого возможность решения за большие деньги – это уже является вредительством такому человеку. Обычно люди мнительные, они попадаются на это все. И после этого начинается. Обычно это выглядит так. Человек звонит кому-нибудь или звонит кому-нибудь, или приезжает на какую-нибудь встречу, которая связана с предсказанием судьбы. Ему говорят, да, действительно, вот я вижу у вас приворот. Это приворот до седьмого колена. То есть там ваш прапрапрапрапрапрапрадедушка, его проклянула какая-то там прапрапрапрапраправедьма, и это идет до седьмого колена, и вот это нужно убирать. Но это идет так плохо. А вообще что там у вас случается? Ну, сын у меня выпивает, с невесткой ссорятся. Да-да, и это влияет как раз. А вы не замужем? Ну да, не замужем. Ну так вот, у вас проклятие, и вы будете не замужем, и ваш сын будет выпивать из дочки, и вообще все будет по семье плохо. Ну и как же решить? Ну вот если вы хотите, я могу читать там молитвы Пантелеймону, или молитвы Андрею, или молитвы там еще кому-нибудь, закажу специальные ритуалы в церкви, буду ходить в церковь для вас, вымаливать вас, буду это делать утром, вечером, еще людей подключу. Но это дорого будет стоить. И после этого человек говорит, да, хорошо, а что, изменения будут? Конечно будут. Ну и такой человек, он может попасться вот на такого человека, который будет всеми путями и всеми силами до максимального доить такого человека, придумывая очередные новые истории. У меня был интересный случай такой с Натальей из Львова. Она обратилась ко мне когда-то, у нее сеть магазинов знаменитых таких, она продает одежду. Они построили один из магазинов, и он там очень хорошо торговал, и она ко мне обратилась и говорит, Андрей Андреевич, вот у меня магазин, и со мной работает женщина. И в этом магазине мы постоянно находим подклады. Я уже не знаю, что делать. Я говорю, да не может быть, а что за подклады? Ну подклады такие, то мышь найдем, то крысу дохлую, то еще что-то, то еще что-то. Я говорю, ну вы находите, ну и мы находим, и чужие люди находят. А кто вам об этом сказал? Ну я пользуюсь услугами колдухи местной. Она приходит, я говорю, смотри, когда колдуха будет ходить у тебя по магазину, она обычно приходит там в субботу или в воскресенье и ходит по магазину со свечкой и вычитывает этот магазин. То ты внезапно зайди за ней куда-нибудь. И она говорит, я так и сделала. И когда та находилась в подсобке, зашла, а та стоит на ящике и что-то запихивает сверху. И говорит, после того, когда она вышла, я залезла туда и нашла там сверток с дохлым там животным. С умершим вернее животным, там мышкой какой-то. И она говорит, я поняла, что это вот такой вот разводняк. Это что, она меня вот так обманывала постоянно? Говорю, да-да, это так обманывают. Это один из способов обмана. Зачем человеку работать, если он может сказать, что он может там отчитать, очистить, привлечь клиентов и так далее. И один раз в неделю принести там хомячка умершего. Таким образом, очень часто человек попадает на удочку и боится. И вот в случае, если про вас пишут, то скажите, так мне все равно. Тьфу на тебя. Если на вас пишут, если вам там кто-то подсыпает, что-то подкладывает или там иголку какую-то делает или еще что-то, то видите это все и говорите, отлично. Раньше ты забирала у меня или вы забирали у меня, а теперь я вам сама отдаю все зло, мои болезни и так далее. И после этого, вместо того, чтобы отдавать, отдавайте только то, что у вас плохое. У каждого человека, подобно символу инь и ян, обычно есть не только хорошие события в жизни. Обычно это выглядит так, там, зарабатываю хорошо, но со здоровьем плохо. Со здоровьем и зарабатываю хорошо, но с детьми плохо. С детьми хорошо, только в своих отношениях разобраться не могу. Одним словом, постоянно, в случае, если жизнь энергичная, что-то да происходит и, в общем-то, не печальное, но и, может быть, не совсем и хорошее. Так вот, если вы нашли подклад или если вы нашли влияние какое-то, если вам там кто-то пишет, если человек хочет от вас боли, чтобы вы расстроились и переживали и болели, то отдайте этим людям эту боль. Скажите, отлично, что ты мне написала, я вижу, как ты мне ненавидишь и хочешь моей боли, я тебе отдаю всю свою боль, забирай ее, там, из сердца, из ноги, из руки, из глаза, дарю тебе, молодец. Я очень люблю свой канал, потому что я столько всего раздал, знаете, ожирение отдал и проблемы глаз отдал и проблемы ногтей и кожи отдал и, в общем-то, живу хорошо. Потому что всегда находятся сумасшедшие люди, которые умудряются эзотерику писать какие-то глупости. Сумасшедшие. Ну, ничего страшного, эзотерика же имеет две стороны, одна черная, одна белая. Ну, понятно. Андрей Андрей, закончила шестую ступень. Ура, мой любимый мужчина вернулся, зовет к себе в другую страну. Получится? Получится. Жанна Корнеевич. Андрей Андреевич, здрасте, я сама из Литвы, моя дочь живет с мужем в России. Мой зять отказывается идти воевать. И теперь, что будет, не знаю, избежит он тюрьмы. Если до февраля протянет, избежит. Здрасте, Андрей Андреевич, после прохождения двух ступеней, я, как маленький ребенок, радуюсь жизни. Подскажите, встречу я любимого? Радуйтесь дальше. Чем больше женщина радуется жизни, тем красивее она выглядит в глазах других людей. Пришла моя Соня, хочет настроить мне свет. Как-то вовремя она пришла. Молодец. Сейчас, чуть-чуть надо темнее сделать. Вот так. Можно ли делать талисман из молочного зуба, если он упал на землю? Можно, да. Это все безопасно. Здравствуйте, моя дочка часто болеет. Что посоветуете? Есть великолепные средства, которые помогают человеку справиться и улучшить иммунитет. Если у человека есть гастрит, то пейте ромашковый чай. Ромашковый чай или чай с ромашки снижает и снижает, убирает энтеркалии, убирает проблемы, связанные с высокой кислотностью и с низкой. И в чем же преимущество ромашки? Если изучать ромашку, то в ромашке находится высокое количество витаминов В. То есть это и В1, и В6, и В7, и ПП, и катиновая кислота и так далее. Таким образом, если пить ромашку, то желудок и поджелудочную можно очень быстро вылечить. И от высокой кислотности, и от низкой ромашка поможет. Как сказал Авицено в трактате лечебной науки, он сказал, что цветок похожий на солнце и для любви, а если спринцуешься, то излечивает женские заболевания. А в случае, если мужчина пьет, то никогда у него не будет горечи изо рта. Далее, а в случае, если иммунитет плохой, часто болеет ангинами и так далее. Тогда, если нос больной, нужно зверобой давать. В случае, если есть частые заболевания, нужно давать цвет липы, цвет ромашки, можно давать арнику заваренную. Мед давать ребенку, тогда болеть не будет. А если позвоночник больной, то чем лечить? Всеми продуктами, которые имеют зеленый цвет. То есть, это огурцы, если есть огурцы, то лечится позвоночник. Только в большом количестве нужно кушать. Что там? Арбузные корки. Вот позвоночник всем зеленым. Я бы мог целую лекцию прочитать. Любовь Скорнякова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я выйду из нищеты. Спасибо большое всем блах вам и вашей семье. Вот в случае, если вы ученик школы Кайлас, тогда у вас все шансы есть это сделать. Сама особенность обучения в нашей школе заключается в том, что человек, который обучается в школе, для себя открывает совершенно иной мир. Мир совершенно другого мировоззрения. Я это называю альтернативной психологией или альтернативной философией. То есть он для себя находит инструменты, которые позволяют ему понять, как в мире происходит везение. Почему одному человеку не везет с деньгами, а другому тотально везет. Почему у одного куча долгов, а у другого нет долгов. Таким образом, если вы прожили жизнь, допустим, и в этой жизни у вас 35-37 лет вы жили, и сейчас у вас нет ни квартиры, ни автомобиля, ни сбережений, ни возможностей никаких, и пробела, в общем-то, нет. Ну а дальше будет уже взрослый период жизни. Вы доживете таким же образом. А что должно поменяться, если до 40 лет вы так прожили? Обычно я говорю, в случае, если человек живет, и в его жизни до 40 лет ничего не происходит, то следующие 40 он точно так же проживет. Потому что там будет точно так же. А в чем причина? Изменить необходимо мировоззрение и изменить необходимо восприятие. Вот это мировоззрение и восприятие и жизни, и себя, в нем заключается и отношение к себе, отношение к близким, отношение к людям вне вас. Условно, это не противоречит никаким эзотерические, вот эти эзотерические доктрины, они не противоречат, наверное, даже духовным доктринам. Дело в том, что если вспоминать духовные постулаты, то один из самых таких, наверное, духовных постулатов, которые можно прочитать и в Упанишадах, и в Махабхарате, и в Библии, да и в Евангелии, это понятие, которое широко применяется в эзотерике, и которое называется благостью. А что же такое благость? Вот смотрите, если человек воспринимает благость или создает благость, то будет получать благо. Смотрите, слова даже одинаковые, благость и благость. А что же это такое благость? Благость – это особенное отношение человека к тому миру, в котором он живет. То есть, если человек создает благость, тогда он и получает благо. А как человек, а если не создает благость? А если не создает, то появляются войны, то таких людей наказывают. Тогда это несправедливые блага. Это мы и видим, очень часто это происходит. А что такое благость? Благость – это человеколюбие, благость – это милосердие, благость – это когда человек не критикует, не ругается, благость – это когда человек проявляет доброту. А что такое любовь? А что такое любить? Любить – это желать что-то для кого-то сделать безвозмездно, даром, ни за что. Просто так, как Бог дает жизнь людям. Так человек может дать что-то для кого-то. Для кого там? Для мамы. Благостью является забота о родителях, а не ненависть. Благостью является даже вера в то, что будет хорошо. Забота о детях. Благостью является проявление доброты, которая, возможно, не может являться тем, что человек там хорошо относится к кому-то. Для этого силы нужны духовные. Но хотя бы не орет, не вытаращивает глаза, не орет, не бесится, не кричит, не критикует, не плюется, не постоянно там претензии имеет. То есть он просто сдерживается. Вот пять раз сдержался – благость проявил. Человек, который живет обычной жизнью, как он живет? Многие люди живут, не контролируя свои эмоции. Они как огонь в них возникают, точно так же гаснут, и они не могут ни контролировать, ни разобраться. Бесятся, орут, злятся. Гормоны ими управляют, голод управляет. Им сложно накапливать благость. А над этим необходимо работать. Человеку необходимо становиться благим человеком. Благость даст благо. Развиваю ли я благость к себе? Да, я развиваю благость, я стараюсь быть милосердным, я стараюсь быть теплым по отношению к своим детям, по отношению к своей маме, по отношению к близким. С этого все начинается. Где мы больше всего находимся, там мы больше всего это и создаем. Вот так. А человек говорит, я добрый, но у меня все плохо в жизни. Но если рассмотреть такого человека, то доброта у него выборочная. Так он добрый на работе к людям и все считают его добрым, хорошим, хорошо относятся. Но стоит этому человеку прийти домой, он ненавидит. А знаете, благость это когда человек не обязательно говорит кому-то плохо. А когда он просто сидит и бесится внутренне. Он ненавидит, бесится, его все раздражают. Он ничего не хочет, никого не любит. В нем все бурлит. И иногда это возникает просто от какого-то прям минимального, минимальной вспышки. Так вот, это одна из разновидностей, наверное, факторов моей философии. Она многогранная и многосторонняя. Фактически можно сказать, что я тот человек, который разработал программу обретения благости. Когда человек может контролировать, когда человек может обращать на это внимание, обучаться этому. Когда человек может иметь инструменты для того, чтобы промолчать, не злиться, изъять из себя что-то, видеть это все как энергию, чувствовать Бога и так далее. Очень интересная программа. Кстати, первая ступень выложена совершенно бесплатно в Ютубе. Можете перейти и посмотреть. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Я из Донецка переживаю за свою жизнь и за свой дом. Как быть? Вам ничего не угрожает. Вы можете оставаться, вам ничего не грозит. Не бойтесь. Когда я смогу поправить свое материальное положение? Большое спасибо. Через... Нет. А в течение пяти лет яркого ничего не произойдет. Таня Комарчук ответил. Скажите, пожалуйста, мой младший сын Александр, может ли переехать в Америку в ближайшее время? Нет. И как ему там будет? Он не уедет в Америку. Ему не дадут такой возможности. Ирина Завураева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне 55 всегда в долгах, хотя работаю на двух работах. Не пью, не курю. Начать нужно пить и курить. Почему? Дело в том, что часто очень человек думает, что работать – это значит зарабатывать. А это не так. Чем больше знаний у человека, тем легче ему работается. Вот мы столкнулись с такой небольшой проблемой. Начали брать SEO специалистов, которых нанимали. И эти SEO специалисты говорили нам, что они что-то делают, не делают и так далее. И это длилось несколько лет. После чего я говорю, мы не проверить не можем, не довериться никому не можем. Нужно изучать это все. И придется мне, наверное, помимо бухгалтерского учета, и помимо блогерства, и помимо медицины, изучать еще и SEO-систему. И я купил обучение, которое называется обучение работы в разных программах. Это обучение работы в программах Simrush и Serpstat. Оплатил себе все пакеты, подключил все надлежащие программы, которые есть в моих сайтах и так далее. И начал анализировать, работать, развивать и так далее. Ну и теперь я понимаю, что та работа, которую делали раньше, она была не только недостаточная, а далеко для меня непонятная, за что мы платили деньги и почему это вдруг люди ничего для нас не сделали. То есть оказавшись в центре событий, понимая, как это все работает, я немножко офигел, потому что мы такое большое количество денег в это вложили. К чему я это говорю? Дело в том, что очень часто человек не понимает, что для того, чтобы работать, необходима квалификация. Высококвалифицированный человек зарабатывает больше, а человек общий. Тогда что необходимо человеку? Обучение. Для того, чтобы что-то хорошо делать, нужно хорошо обучаться. Для того, чтобы делать лучше, чем кто-то, нужно обучаться чему-то, чему не обучается тот человек, который делает это лучше. Ну вот так. Скажите, 200 тысяч на Белоруссию дойдут до Киева или пугают нас? Я не имею права это говорить. Я на прошлом вебинаре сказал, что у меня есть предупреждение от центральной исполнительной власти Украины не делать никаких предсказаний. Поэтому я не делаю никаких предсказаний. Все предсказания сделаны. Опять-таки хочу сказать, ничего не бойтесь. Как и говорил, скоро все закончится. Скажите, будет ли в записи вебинар новогоднее программирование? Буду участвовать. Только в Киеве свет выключить. Дело в том, что программирование это вебинар, который можно смотреть в любое время до Нового года. Там 50 вот этих пунктов, один обряд и некоторые рекомендации. Вот это все можно делать во время или нужно делать, подготовившись во время Нового года и во время посленовогодних праздников. Там очень несложные обряды. Там положить апельсинку, там что-то написать, в трубочку сложить, там куда-то в карман положить, там чтобы бросил пить или для того, чтобы деньги водились, там какую-то янтру сделать, в кошелек положить. И это все делается вот не обязательно первого числа или с 31 на 1. Можно первого сделать, когда все проснулись, или второго, или там третьего. Не важно. Главное, чтобы было праздничное настроение. Светлана Никоненко. Спасибо за ваш труд. Низкий поклон. Желаю здоровья, радости, счастья. Спасибо. Скажите, встречу я свою любовь. Буду я счастлива. Будете счастливы, красивая женщина. Добрый вечер. Никак не могу выбраться с долгов. Понятно. Пишет вам ученица шестой ступени Марина. Андрей Андреевич, получится. У нас серьезные отношения с Николаем. Получится. Чем закончится? Хорошим закончится. Как эзотерически можно сделать еду вкуснее? Еду для того, чтобы сделать вкуснее, необходимо отсветить. Каким образом это делается? Безымянным пальцем правой руки или левой. Не имеет значения. Необходимо, прикоснувшись к еде, сбросить с еды вот таким образом грязь. Сказал при этом три слова «рам», «ям», «кам», что обозначает «очищаю огнем», «очищаю любовью» и «очищаю сознанием». Или «от дурных глаз», «от дурных чувств» и «от зависти». Вот таким образом. Потом такую еду можно кушать. Какие есть эзотерические правила для того, чтобы кушать и худеть? Делайте так. Когда очистили еду, покрутите ее против часовой стрелки и скажите «сейчас поем эту еду и похудею на 10 грамм», когда она переварится. Второе. Когда едите еду ложкой, в случае, если представлять, будто это еда прозрачная и в ней вы видите голубое небо, не знаю, получится у вас так представлять или нет, то от такой еды будете худеть. Второй вариант. Когда едите, представляете, там, где находится живот у вас, находится металлическая кастрюля, как у ведьмы. И там кипит золотая жидкость, бурлит золотая жидкость, горячая. Если во время приема пищи вы будете представлять, будто в животе вот так бурлит, то помимо того, что вы станете богаче, станете моложе, излечите заболевания кожи и очень омолодитесь. Это практика тибетская и она связана с омоложением тела. Намекните, пожалуйста, долго ли нас будет штормить каждую неделю. Так хочется посмотреть программирование. Будут еще собаки не штормить, сволочь. Сегодня моя семья проснулась в 9 утра. Проснулась она от того, что над нашим домом летели ракеты. Как канистры огромные. И я посмотрел после этого новости, 90 ракет запустили на территорию Украины. Теперь вот объяснение, оно звучит так. 90 ракет, умножьте каждую ракету по 10 миллионов долларов. Получается 900 миллионов долларов. Это при том учете, что есть такие города, как Мурманск, Архангельск, там маленькие города, Ижевск какой-нибудь. И там люди живут до сих пор без центрального туалета. Многие люди живут. Им холодно. И там центр России еще как-то там более на восток. Совсем плохо живут люди. Я бывал и в Тюменской области, и в Владивостоке, и далее на Сахалине. Ну там хоть более-менее. Ну и хочу вам сказать, что когда говорят, что в России очень хорошо живут, я как человек, который бывал в Мурманске, в Североморске, в Полярном, могу сказать, что это неправда. Может быть в Москве и в Московской области где-то живут, но на самом деле нет. Так вот, если бы те деньги, которые потрачены на войну, отдали бы тем людям, которые живут в Донецке, там был бы уже Дубай, были бы уже Дубай. Если бы отдали вам, людям обычным, вот эта тупая власть, не знаю зачем делающие это, то вы бы сейчас бы вылечили бы всех, и стариков, и пенсионеров, повылечивали бы от всех заболеваний и так далее. Вот они отправили эти ракеты, там сколько, 90 отправили, 60 отправили, там 50 сбили, что-то там упало. И скажите, ради чего? Ради чего? Ну и сейчас цели войны уже понятны. Путин сказал о том, что цель войны, это же сделать дополнительные территории себе взять. Что это такое? Раньше освобождение Донецка, теперь дополнительные территории. Мне интересно, те люди, которые идут воевать, они хотят понимать, что они идут за дополнительными территориями? В Российской Федерации такое количество земель, зачем дополнительные территории? Вот не могу понять этого. Может они продали Китаю? Есть ли шанс мне выиграть крупную сумму в лотерее? Ирина Заворуева. Я хочу вам сказать, что вы в своей жизни никогда не выиграете большую сумму в лотерею. Даже не делаете. Нет у вас этого. У меня был друг, его звали Юра, и у него было свечение такое яркое, и это свечение фарта. Да. Такие люди бывают. У меня такое тоже. И я ему говорю, Юра, ты часто выиграешь? Он говорит, я выиграю по жизни всегда. Во что угодно. Но только если игра честная. Он говорит, я выиграю в игровых автоматах, выиграю там, самая лучшая женщина, если есть, то будет жить со мной. Если там, ну и говорит, мне везет по жизни просто колоссально и тотально. И эта энергия, она обычно у человека видна. Как я ее вижу? Она виднеется в человеке как пентакль, как туз пентаклей. Вот если просматривать через систему Таро. Она может выглядеть как цифра равно, которая находится в области сердца. Она может выглядеть как пятиконечная звезда, которая есть у человека на левой руке. Она может выглядеть еще и, если смотреть сзади человека, то яркий такой у него энергетический, яркое энергетическое свечение такого солнечного цвета в виде либо костра, либо в виде такого дракона огненного. И обычно такие простые моменты снятия информации, они видны таким людям, вот подобным мне, которые умеют это видеть. У вас этого нет вообще. Поэтому не нужно вам. Вам нужно над этим работать. Можно ли построить что-то для того, чтобы выиграть? Да. Но делается это, если этого у вас нет, то делать необходимо долго. Ну хотя бы пять-семь лет. Все зависит от той кармы, которую вы прожили. Были ли такие люди, которые использовали эзотерические практики и выиграли? Конечно. Элистер Кроули. Он выиграл в свое время очень крупную сумму, при этом всеми путями пытался эти деньги просадить и после этого вновь выигрывал. То есть можно сказать, что он был человеком, который разработал системы, которые помогали ему выигрывать огромные суммы. Опять-таки проверить это нельзя. Я чуть-чуть Кроули не люблю. Людмила Куценко. Мой единственный сын живет в гражданском браке. Мечтаю стать бабушкой. Станете? Лежу в больнице, головокружение. Закончится ли он, или нужны дополнительные курсы? Закончится. Диагноз до сих пор не выявился. Дистония у вас. Вестибулярно-дистонический синдром. Связанный с бесконечным неврозом и ущемлением позвонков седьмого грудного и седьмого шейного, и первого, второго, третьего и четвертого, особенно четвертого грудного. Четвертый грудной и пятый грудной позвонок у вас при этом имеет грыжу. И также имеет грыжу еще последние позвонки в поясничном отделе и между копчиковым отделом. Там тоже есть грыжа и ущемление. Это тоже может приводить потом появлению полинейропатии и может там болеть нога, а также появляться ухудшение кровоснабжения конечностей. Скорее всего у вас это по правую ногу. Вас вылечат, не переживайте, все в порядке. Массаж нужно дополнить еще. Всем удачи, успехов, богатства и любви будет. У меня в ближайшее время карьерный рост какие-нибудь положительные будут. Нина Белогорцева, Андрей Андреевич, подскажите пожалуйста, чем заняться сыну? Не отвечаю на такие вопросы. Сын будет учеником, отвечу. А так он для меня чужой человек. Алина Луч, читаю мантры и коды, но не могу никак выйти на лучший материальный уровень. Скажите пожалуйста, для того, чтобы учиться, нужно учиться, а не вырывать из контекста. Есть у нас эзотерическое направление, называется эзотерическая школа Кайлас. Прямо сейчас перейдите на моем канале в YouTube и начните получать образовательную программу по эзотерике, которая называется первая ступень школы Кайлас. Пройдите внимательно, запишите то, о чем я говорю и используйте. Вот тогда выйдите на новый уровень. А если вы просто читаете мантры, выбираете что-то там на сайте и так далее, ну шанса быстро нет никакого. Это связано с тем, что вы не знаете, что такое психическая энергия. Не изменяйте свою философию. Мантры просто не работают. Это не таблетки. Еще, смотрите, опять-таки вернусь к этой теме, которая связана с оптимизацией сайта. Я раньше читал, что я умный и разбираюсь. У меня есть знания. Первый сайт свой написал своими руками, сделал его в WordPress. И, в общем-то, от заполнения до покупки доменово имени и настройки всех этих настроек, этим всем занимался самостоятельно. Также проходил там какие-то курсы и так далее. Я думал, что я в этом разбираюсь, потому что мне казалось, что там сложно, вы знаете. Но после того, когда я начал проходить курсы, на то, чтобы пройти курсы, мне понадобилось приблизительно где-то 4-5 месяцев. Я не проходил их постоянно. Там 40 часов информации. Просто я такой человек неусидчивый. Там 3 часа посмотрю, и потом мне уже неинтересно. Потом через 2-3 дня еще раз посмотрю, час, и мне вновь неинтересно. Перевариваю. Ну и так я закончил как бы все это 40-часовое обучение. Там плавно, с горем тяжело было. Ну и начал это все практиковать, работать над этим. Это, конечно, открыло очень большие такие горизонты. Интересная тема оказалась для меня. Прям вдохновила меня. Теперь я понимаю, что такое электронный маркетинг, как это продвигать и так далее. К чему я это говорю? Смотрите, у меня такое же было, как у вас. То есть я думал, что я в этом разбираюсь, но я ошибался. Так же и у вас получается. Многие люди, когда знакомятся с моей деятельностью, они думают, что они разбираются в том, что я говорю. Но дело в том, что вам кажется, что вы разбираетесь, как и мне кажется, что я разбирался в том, чем я потом начал заниматься. А это не так. Этому нужно обучаться. Поэтому мантры читать и так далее, это не обучение. Необходимо обучаться в моей школе, проходить первую ступень. Я ее разместил бесплатно. Оля. В это сложное время совсем одна и работы нет. Скажите, пожалуйста, что лучше, за границу ехать или искать в Украине работу? Лучше за границу ехать и не бойтесь, у вас все будет очень хорошо. Татьяна Ежак. Спасибо, совсем одна. Ответил Дмитро Ричардс. Ого. Подскажите, пожалуйста, проживаем в Херсонской области, село, город Новая Каховка. Очень хочется, чтобы была тут Украина. Возможно, подскажете, когда этого ждать. На протяжении следующих трех недель. Уже ждать. Берегите себя. Реагируйте на все тревоги. Ирина, прохожу третью ступень, сначала прослушала, далее буду конспектировать конкретно. Поймала себя на мысли, что нет особого рвения выполнять практики. Раньше рвение такое было. Что это? Может, из-за того, что ранее проходило почти все практики без ступеней. Или это обряды действуют. Практики все равно пройду, не отступлю. Вся особенность заключается в том, что вы думаете, что практики просто можно выполнить. На самом деле это не так. Для выполнения практик необходима духовная сила, душевная сила, психическая энергия. И иногда мы за счет неврозов, стрессов, войны, нам этого не хватает. Потому что чем выше уровень, тем больше и затратнее происходит построение котлов, цилиндров и всего остального. Сублимация работы с сознанием. Знаете, есть такие ученики, которые проходят ступень, потом говорят, сознание, мы не видим сознание, мы не видим сознание. Я обычно говорю, ну, значит, вам необходимо вернуться и поработать с котлом сублимации, после этого с ваджарным котлом, чтобы начать потом видеть это сознание. А так, ну, мы делали. Сколько делали? Ну, пару раз делали. Ну, вот год делайте, тогда все будет. Там это уникально и это очень сложно. Тем не менее, еще несколько слов. Дело в том, что мы прожили сейчас в год, которым управлял, или год, где было очень такое сильное влияние сатурнянское, или Сатурна. Особенно вот последнее время. Сатурн больше всего влияет на желудок и желудочно-кишечный тракт. Влияние Сатурна будет продолжаться до 4 декабря. После этого перейдет в год Юпитера. И Юпитер уже во время Юпитера болеть ничего с желудком не будет. Но одна из особенностей Сатурна, он всегда забирает долги и всегда заставляет человека страдать. Именно поэтому вот люди, которые сейчас проживают, если у кого-то есть долги, то прям донимают, уничтожают таких людей, заставляют там, мордуют и обижают за то, что у них долги. Но нужно дождаться 4 числа. После 4 отпустят. Особенно по болезням вот этот год был самый тяжелый, и он был связан с желудочно-кишечным трактом для многих людей. Сейчас 4 декабря практически всех отпустят. А какой будет год? Год Юпитера, Брихаспати, год Гесера, который будет ехать на коне и который наведет порядок. Гуру всех богов. И это его год. И это год такой значимый. В свое время мне предсказали, что начиная с 2023 года конкретно для меня начнется другой период. Этот период будет длительный. И я этот период ожидал. Поэтому и предупреждал учеников, что там возможно будет там меньше моего общения и всего остального. Разум Ольга. Мы из Мариуполя и сейчас в Финляндии. Нам лучше вернуться домой или здесь. Тоже можем начать жизнь сначала. Вам нельзя возвращаться в Мариуполь до 1 марта следующего года. Всеми способами оставайтесь в Финляндии. А с 1 марта сможете возвращаться в Мариуполь. Сейчас, если приедете, то будет горе. Василий Хрусталев. Здравствуйте. В сфере финансов вообще все стало на паузу. Второй месяц ни одного договора не заключил. Последние все с НГА практикую ритуальную магию. В течение дня атман держу. Не страдаю, не злюсь. Верю, что все будет хорошо. Но как-то периодически приходит отчаяние. Расскажите, что не так со мной. Что делать? А то уже живу тем, что распродаю. То, за что раньше нажил. Но при этом я за 3 года, что занимаюсь, здоровье очень улучшилось. Почти помолодел. Психосоматика тоже. Осталось в финансовой сфере разобраться. Чем вы занимаетесь, Василий? Скажите мне. Смотрите, если у вас не получается какая-то одна работа, и это длится уже много месяцев, то есть смысл пересмотреть, чем заняться дополнительно. Вот у меня был разговор с моим сыном. И мой сын мне говорит, папа, ну а как я могу зарабатывать мне 11 лет и так далее? Можно ли зарабатывать? Я говорю, смотри, самый простой способ на сегодняшний день это зарабатывать в YouTube. Он говорит, ну а как я могу зарабатывать в YouTube? Я говорю ему, я тебя сейчас научу это делать. Для того, чтобы научить тебя это делать, сделаем вот что. Сначала скачаем программу, которая называется Палтуб. Это программа, которая может массово скачивать на компьютер, массово скачивать на компьютер видео чужие. Теперь мы сделаем канал. Этот канал назовем там как-нибудь. Мы открыли канал, его назвали Мантры. Но мы, если честно, его не открыли. Я купил уже готовый канал за 2000 гривен, за 2100 гривен уже с монетизацией. То есть там было 1500 человек, 4000 часов просмотра и за 2500 мне этот канал продали. Почему? Очень долго ждать, когда монетизация включится. Легче купить такой канал. Вложиться как бы в 100 долларов. После того, когда мы открыли этот канал, я взял и сделал этот канал, помог ему сделать. И назвали его этот канал Мантра. И сделали их три этих канала. Мантра 1, Мантра 2, Мантра 3. Которые открыли в Ютубе. Переименовали, сделали красивую заставку в канве. Назвали, написали, сделали описание красивое. Такое, чтобы оно было мотивирующее человека. После этого, вот что делали. Брали, искали по слову Мантры, какие-нибудь каналы. После чего брали и скачивали через вот эту программу целыми плейлистами. После чего выставляли на этот канал вот эти видео. Буквально по 10 штук в день. С самым простым описанием. Есть, кстати, программы, которые делают descriptions. То есть, описание. Ну, у меня есть, но у обычного человека нет. Ну, а так человек может сам это делать. После чего ставили теги несложные. Ну, как бы однообразные такие. И начали наполнять канал. Некоторые видео блокировались. И они были в черновиках. То есть, было написано, видео, авторские права. Мы такие видео удаляли. А если эти видео были без авторских прав, то не делая аватарку, мы эти видео размещали. Сразу делали это на трех монетизируемых каналах. За один месяц три монетизируемых канала первый месяц начали зарабатывать по 5 долларов. Три канала один 3 доллара, другой 5 долларов. Там третий 2 доллара. Ну, я сейчас не могу сказать. На третий месяц сейчас они дают по 30 долларов. Каждый из этих каналов дает в среднем 27 долларов. То есть, мы накачали эти видео. И сейчас не добавляем. И каждый из этих каналов, он плавно развивается. Он будет давать каждый из этих трех каналов где-то 20-30 долларов. Для ребенка, которому 11 лет, это карманные деньги. Это не дает ему, допустим, это не тяжело для него. Он это все медленно развивает. Он там иногда какое-то видео скачивает, туда добавляет и так далее. Если заниматься более активной, как работой, выделять этому 2-3 часа в день или 4 часа, то на этом можно зарабатывать. Но опять-таки, как это научиться делать? Ну, сейчас же этому всему можно обучаться. Смотрите, чему можно сейчас обучаться? Можно обучаться тому, как заниматься SEO-оптимизацией сайтов. Я сейчас изучил эту тему. И я понимаю, что сейчас очень несложно выбрать, допустим, какой-то вид товара, который будет в Украине востребован. Проанализировать тех людей, которые хорошо чем-то торгуют. Продвигать свой сайт или лендинг какой-нибудь. И знаю, как продвигать это или продавать там какой-либо товар. Это же интересные темы. Они сейчас очень актуальны. Я все время говорю, если вы не отдыхаете, обучаетесь. Если вы не обучаетесь, то читайте. Вернее, если вы не отдыхаете, то обучаетесь. Если вы не обучаетесь, то тогда там мантры читайте. Если мантры не читайте, то отдыхайте. Или занимайтесь эзотерикой. Делайте что-то вот для этого. Дело в том, что у вас хороший автомобиль. И у вас уже есть даже энергия. У вас просто нет четкого понимания, куда вам ехать. Вам просто нужно научиться куда-то ехать. Что-то, что должно вас зажигать. И что-то, чем вы должны стараться делать. Вот когда клюнет сильно и будет очень сильно нужно, тогда будете работать. Тогда найдете работу. Валя Саблина. Ваш совет и всегда полезный. Сейчас правнук Максим Первоклассник. Хожу с ним в творческую мастерскую. Увлекается всем. А на что он способен, с каким уклоном больше всего обратить внимание. Лепить у него будет хорошо получаться. Рисовать дизайн в дальнейшем. Жаль, Андрей Андреевич. Получится уехать в отпуск с новым знакомым? Скорее всего, нет. Лаган Светлана. Заказала Метасоник 12. Расскажите что-нибудь о нем. Меня сильно глазит. Почти каждый день. Оденете Метасоник 12. Глазит перестанет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне 48. Будут ли у меня яркие, хорошие доходы? В этом и в следующем году не будет. Иришка Иванова. Пожалуйста, когда мы вернемся домой, все ли будет хорошо с нашими мамами и моим старшим сыном? Да, все будет хорошо. Не нужно переживать. А вернетесь вы не скоро. Аж, наверное, весной. Вы говорили, какие камни нужно носить. Может ли их ношение помочь при психических заболеваниях? Если да, могли бы посоветовать, какой нужен в моем случае. Черные нужно носить. Используйте вот такие бусы. Оденьте их на себя и носите. Черные бусы. Желательно, чтобы они были прозрачные. А еще обязательно очень хорошо носить на ногах красные носки. Вот так. Улучшается стать. На голове зеленую шапочку, на ногах красные носки. Скажите, пожалуйста, что у меня со здоровьем? То есть давит в правом боку под ребром и есть поверхностная выпуклость немного. Очень жду очереди УЗИ. Вы болеете заболеванием, которое называется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. И это она у вас и болит. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Ученик первой ступени. Помогите, мой сын сможет уехать в Америку? Нет, он скорее всего не сможет уехать в Америку. Не знаю. Во всяком случае в этом году нет. Добрый вечер. Вы сказали, что для встречи любимого человека мне нужно пойти в спортзал. Подскажите, правильно ли я выбрала спортзал? Хожу уже три месяца. Ходите. Правильно выбрали. В спортзал нужно ходить. Все делаете правильно. Когда я была беременной дочкой, мы называли ее одним именем. А после рождения дали другое. Не ошиблись ли мы, изменив имя? Нет, на самом деле пока ребенок не вырастет, ничего такого плохого не будет с тем, что вы имя меняете. Имя не особо влияет на человека. Влияет род, от которого родился ребенок. И фамилия больше влияет. Допустим, я ношу фамилию отца и могу повторять ошибки, которые совершались в его роду. А наши дети – это уже объединенный род моих родителей и моих дедов и ее родителей и ее дедов. Вот ее родители и ее деды были инженерами, были очень умными людьми. А мой род были людьми, которые играли на музыкальных инструментах, живописью занимались, искусством. Много там было у меня в роду таких людей, которые любили. Вот я очень люблю живопись, я разбираю живописи и изучаю живопись. У меня есть вкус в живописи, в музыке есть вкус. Я люблю и классическую, и современную. Сам умею играть на музыкальных инструментах многих. Умею писать. Я люблю поэзию. Сейчас, конечно, нет уже. Люблю очень прозу, люблю художественную литературу. А вот зато моя жена, она больше любит финансы. Ей нравится, у нее технический склад ума, она вот зажигается от того, что ей четко объясняешь, как алгоритм даешь. Мне вот необходимые чувства, ей необходимы четкие такие предписания, какие-то вот четкие алгоритмы действий. И наши дети объединили в себе. Так одни дети очень хорошо получается в математике, другие хорошо рисуют и поют. Вот так. А если мы поменяем имя, допустим, у детей, то такого особого ничего не произойдет. Произойдет, когда замуж выйдут и возьмут фамилию мужа. На мое имя дети хотят купить квартиру в курортной зоне. Это будет удачная инвестиция. Неудачная, но хорошая. Денег вы на этом не заработаете. Но инвестировав в это, вы в дальнейшем. А вообще хочу вам подсказать, чтобы вы в ближайшее время это не делали, потому что это будут надолго похороненные деньги. К сожалению. Не торопитесь с этим. Ира Шабалина. Счастья, здоровья, успехов. Скажите, что ждет семью мою в 2023 году? Нормально все будет. Успех и радость. Мальчик поедет куда-то удачно, заработает. Ну и девочка там с ребенком тоже все нормально. Не знаю, все нормально. Ничего не вижу плохого. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Какую мне религию принять? Запуталась. Болею без конца. Наиля с уважением. Спасибо. Я так предполагаю, вы уже взрослая женщина. Объясню почему. Потому что не умеете делать аватарку. И это же знаете, женщины старше 50 обычно не знают, как сделать аватарку в Ютубе. Не знают, что такое творческая студия. Ну, все нормально. Знаете, интернет для них это место сложное, которое нужно изучать. А это уже там. И вы взрослая женщина и до сих пор еще не придумали, какая вам нужна религия. Тогда мой ответ такой. Используйте религию предков. Вот во что верили ваши предки, ту религию выбирайте. Были мусульманами, исповедуйте ислам. Я считаю, это вообще не принципиально для человека. Любая религия имеет одно качество. Я вам скажу, любая религия абсолютно, которая на земле находится, будь то шиваизм, вишнаизм, сексизм, будь то какие-либо там христианские, даже течения, общество, там все что угодно, будь то католицизм, или будь то протестанизм, или православие, или вот все что угодно имеет концепцию. Эта концепция звучит так. Концепция доброты, уважения людей, уважения стариков и женщин, помощь бедным, малоимущим и так далее. Смотрите, как много религий, для чего? Бог насоздавал огромное количество религий, для того, чтобы люди были милосердные и хорошие. Почему люди не такие? Потому что недостаточно знать религию, недостаточно быть в религии, и даже недостаточно совершать что-либо. нужно быть еще и человеком, который это использует, и который хочет быть таким. Понимаете, одно дело пойти помолиться, грехи попросить и так далее, и другое дело быть человеком, который является образцом религии, там, постится, там, не объедается, не обманывает, там, помогает бедным, не ругается дома, теплый. Я знаю людей, которые полная противоположность, там, церкви такие добрые, хорошие, со всеми обнимаются, дома устраивает просто холокост. А почему так происходит? Наверное, одна из причин этого заключается в том, в тех словах, которые в свое время сказал, о которых, который сказал в свое время Лютер Кинг. Он сказал, что чем ближе человек стремится быть к Богу, тем ближе к этому человеку подвигается сатана. Это такая особенность. Вы знаете, да, так и есть. Очень часто человек, который начинает или стремится очень сильно стремиться к Богу, там, молитвы читает, многое, еще что-то, то его начинают испытывать гораздо сильнее. Почему? Ведь он спасает душу, он ближе к Богу, он старается быть чище. И вот эти провокации, знаете, которые появляются у него, он должен с ними справляться, потому что если Бог дает возможность быть ближе к себе, и человек хочет быть ближе и быть чище и быть более духовным, он должен быть готов. Но многие люди не понимают этого, и они стараются быть ближе к Богу, но в этот же момент максимально соблазняет их или искушает их искуситель, который вводит их жизнь в другую сторону искушений. Чем ближе они к Богу, тем больше искушений в их жизни. Какими могут быть искушения для них? Это могут быть не те искушения, о которых написано. Знаете, да это самые простые искушения, с ними справиться несложно, не объесться или не гулять и не воровать, это как бы само собой, это смертные грехи. Но существует миллиард таких грехов, о которых говорится и которым нужно самим прийти. Это предательство, это когда человек говорит я сделаю и не делает, то есть он лжет. Это когда не досматривают за престарелыми стариками своими, это когда к детям плохо относятся, когда ругаются в семье, когда ненавидят, когда прячут друг от друга, когда злословят, когда критикуют, когда кого-то обсуждают и когда дома делают вот так одно, а после этого за спиной другое, ненавидят, злятся, завидуют, беснуются, дуреют, бесятся, обижаются, это ад. На самом деле это настоящий ад. Это смысл тогда такой церкви, знаете. Церковь, конечно, есть смысл, знаете, но смысл такому человеку туда ходить, если он вредный такой. Ну и я очень часто замечаю, человек начинает посещать активно церковь и не справляется с тем, что бесы и демоны все ближе и ближе к нему. Они прямо его донимают. Вот такой человек, там нормальная женщина, начинает ходить в церковь, там верит и причащается и постится и там все остальное. А домой приходит, ее начинают бесить дети, там начинают кричать, что там полы не убраны и не так делают, и ко всем у нее претензии, и те плохие, и те плохие, только владыка хорошая и все. А все остальные какашки. И кино неправильно, и одеваются неправильно, и вокруг одни там сводчи, все хотят ей навредить и так далее. Ну, Бог дал шанс быть ближе. Только в этот момент, как сказал Лютер Кинг, бесы тоже стали ближе. Так что помните об этом. Добрый вечер уважаемый Андрей Андреевич. Очень интересно услышать ваше мнение. Бывают такие моменты, что очень хочется реветь, прям очень, и когда плачешь, что кажется становится легче. Почему так? В тибетской медицине есть объяснение слезам. Там говорят, что слезы очищают карму человека. Таким образом, вот самый простой метод женщине выйти замуж. Заходите в темное помещение, выключаете свет, садитесь и начинайте плакать от одиночества. Говорить, да что ж такое, нет у меня никого. Такая несчастник нужна. То есть нельзя в этот момент думать, что скоро будет у вас там кто-то, а наоборот, погоревать по поводу того, что у вас этого нет. Вот погорюете, карму очистите. А что такое карма? Вы знаете, есть такие нюансы, иногда они настолько банальные и находятся в подсознании, они блокируют появление в вашей жизни мужчины. Один из этих таких нюансов может быть, допустим, там подругой, с подругой сидели или там где-то в школе были, одна подруга говорит, да на тебя вообще никто не женится, кому ты нужна? Или женщина так выпила, там с кем-то сидела и говорит, да я вообще никогда ни за кого не хочу замуж выйти, зачем мне эти мужики? Ну, ляпнула просто так, а силу имела энергетическую большую. в этот момент могли попасть или совпасть как бы волны времени, там открытая калачакра или могла подействовать там полнолуние или наоборот там зимнее солнцестояние или весеннее солнцестояние, там когда летнее солнцестояние. И это все могло подействовать на человека и в этот момент слова стали золотыми, то есть сковали ту монетку, которая как орден прицепилась. Лучше бы вы тогда ляпнули, что вы несмотря ни на что всегда, что бы не делали, будете мега богатые и у вас всегда будет много мужчин. Как же это убрать? Да, это уже вот вопрос, знаете, вот как убирать это все, это такой уже существенный вопрос. Как убрать? Нужно сказать себе, да точно, я помню когда-то ляпнуло такое, я помню. Да, я тогда так считала, но с этого момента я считаю по-другому. С этого момента все, я нужна всем мужчинам на земле. Все. Всем хорошим мужчинам на земле. Там женщина могла отказать какому-нибудь мужчине, допустим, там, красивая, некрасивая, он там хотел, там, молодой был и так далее. И вот она говорит, ну нет, нет, Костик там, нет Петя, нет, Коля, ну у каждой женщины это было, у каждого мужчины, знаете, когда уже дошло до чего-то и ничего не произошло. В моей жизни тоже такое было. Очень приятно сейчас это все вспоминать, кстати, так мило. Ну, а тот мужчина мог быть как бы горячим и сказать, да блин, кому ты нужна, пошла ты. И вот такой мужчина мог тоже проклясть женщину, и она могла выйти замуж из-за этого. Если это вспомнить, сказать, да, действительно, тогда не дала. Но, да, каюсь, в этом надо было. Но с этого момента, если кто-то меня будет хотеть и будет меня обожать, обязательно дам. ужас, как вы простите, что я так говорю. Но это очень эзотерично на самом деле. Сейчас найдется тысяча человек, которые напишут чушь, собака это Дуйко, мы его ненавидим. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Тем не менее, я хочу сказать, а там пишут, все, кто смотрит Дуйко, они все придурки и так далее. Друзья мои, я вас поздравляю вместе с собой, потому что нас уже пятьсот пятьдесят там по-моему тысяч человек. Ого, у нас целая армия. Вот я сказал раньше. Елена, добрый вечер, ученица старых обновленных ступеней. Два месяца назад произошел обвал, ушла с работы, квартирант съехал, не заплатил. Он обманул? Да, обманул. Что делаю не так? Что поменять? Милые мои, вы забыли. Мы сейчас находимся во времена знаменитого финансового кризиса. То есть, сейчас люди будут обманывать, и они это обманывать будут, потому что есть сейчас порука обмана. Их обманывают работодатели, они обманывают квартиры съемщиков, те обманывают там еще кого-то и так далее. Начните с себя. ваш обман, когда человек, допустим, вот я сегодня разговаривал с человеком на улице, и мне человек говорит, а я купил там бла-бла-бла, а я просмотрел, а он не купил, и вот он меня обманул. Я его не знаю особо, но знаю, что он меня обманул. Понятно, зачем он меня обманул. Он обманул для того, чтобы, наверное, показать свою состоятельность, может быть. Но мне оно на самом деле, если бы он мне это не сказал, я бы не знал. А он мне это сказал, ну и мне все равно, я даже забуду завтра о том, что он мне сказал. Но его обман, он подействует. Каким образом? Вот он тоже сдает квартиру. И из-за того, что он меня просто так ляпнул и обманул, его в свою очередь обманет квартиросъемщик. Очень часто мы не замечаем нашего обмана. Мы можем похвастаться тем, чего нет, вспомнить прошлое, которого не было, вспомнить еще что-то. А ведь это обман. А помните, есть формула такая, третий закон термодинамики, она в эзотерике используется. f равняется минус f, что обозначает действие всегда равно противодействию. А ноль это равно, да, это как бы мертвая точка. И когда человек просто так кому-нибудь там ляпает, там, допустим, человек выпил и начинает, а я там был спортсменом, а я там был знаменитым рыбаком, а я ордена Ленина должен быть красным, а я еще. Вот он за вечер столько наврал, а занимается, допустим, там, сейчас что в голову придет, занимается изготовлением серебряных ювелирных украшений. И у него есть заказчики какие-то. И вот он все время врет. Он все время врет, его будут все время врать. Как убрать это все? Он виноват? Виноват. Что надо сделать? Не приукрашать, не доверять, не делать этого. Тогда будет легче. Так как то, что мы делаем с другими, в дальнейшем это делают с нами. Как сказал Гермес Трисмегерист, то, что во мне, то, что снизу, то, что снизу, то во мне, то, что сверху, то во мне, то, что во мне, то и сверху. То есть это так устроено. Хоть к Богу по-плохому, так и Бог по-плохому. Хоть к миру по-хорошему и мир тогда по-хорошему. Дрендрить сыну 7 лет. Плохо говорит. Лечение разное проходили уже. Напишите в Телеграм, если вы не из России, я вам помогу. Добрый вечер. У мужа постоянно болит желудок, а мес не помогает. Что делать? Смотрите, если амез не помогает, это говорит о том, что ему необходим другой препарат. Какой? Запомните название. Вашему мужу поможет препарат. Называется сульфасалазин. Пусть принимает по одной таблетке два раза в день на протяжении двух-трех месяцев. Ну и диета. Каждый день каждый день делаю практики, читаю мантры. Скажите, когда мы помиримся с мужем и приедет ли он к нам с сыном? Будем ли мы вместе? Будете, да. Приедет. Помиритесь. Как можно помочь мужу? Он болеет уже пять лет. Состояние только ухудшается. Если вы хотите помогать профессионально, вам поможет мой вебинар, который называется «Целительство. Обучение или двухдневный курс обучения». Вы его можете приобрести на моем сайте duiko.guru На этом сайте есть отдел такой или графа или рубрика, которая называется «Семинары школы». Там есть семинар, который называется «Двухдневное обучение целителей». Я говорю всем, кто присутствует, каждый человек, который пройдет вот эти четыре занятия, научится, даже не умея, так заниматься целительством, что у других людей от этого будут глаза вылазить. Шоки будут от того, как вы умеете делать. То есть щелчком пальцев убирать ячмень, боль в ноге убирать тем, что подули и так далее. Это уникальные методы. А вот так чем помочь? Ну, ничем. Я не могу вам дать сейчас даже какой-либо метод, хотя дам какой-либо метод, который мог бы помочь и был бы мегаэффективным для того, чтобы ему помочь. А там много методов. Там я их даю, наверное, около тысячи методов, каким образом можно помочь другому человеку, если человек болеет. Но, тем не менее, в случае, если человек болеет, то чем мы исцеляем? Когда один человек болеет, то он болеет, как написано в тибетских книгах, из-за того, что, ну, и в христианских, кстати, тоже. Помните, я говорил о благости? Там было сказано, что в случае, если человек неблагой и благость не получает, то получает болезни, так как отсутствие благости это нарушение вот этих благих задач, которым человек должен стремиться. Это соблюдение заповедей, которые есть, то есть там не прелюбодействовать, не ругаться, не критиковать, не беситься, людей любить, детей любить, быть добрым и так далее. Вот он неблагой и неблагих наказывает болезнями. То же самое написано в тибетской медицине, в книге, допустим, Сандже Джамцов и Дурьян Бо сказано о том, что основа всех заболеваний или основой всех заболеваний является проявление человеческой отсутствия двух качеств, отсутствия добродетели и второе качество это три качества вернее отсутствие добродетели, плохая карма и третье это не скверно там было написано заблуждение, заблуждение сейчас я это все объясню, заблуждение вот это да, забыл неужели? ну скверной назовем и о чем это говорит смотрите добродетели это проявление доброты когда человек добр, то есть что такое быть добрым это не значит быть добрым и проявлять доброту быть добрым это не поорать когда хочется поорать не рассказать когда хочется рассказать не раскритиковать когда хочется раскритиковать не злиться когда хочется злиться Не обижаться по 8 месяцев, когда хочется обижаться 8 месяцев. Вот что значит быть добрым. Уметь прощать, не обращать внимания, поддерживать. Это и есть проявление добродетели. Что такое скверно? Скверно это предательство, когда в глаза смотрит, говорит одно за спиной другое. Это сквернословить, это обижать кого-то за спиной, это ругаться, материться просто так, быть злым, постоянно гавкать на кого-то, злиться, кричать, обижаться, желать чего-то плохого, желать боли другому человеку и так далее. Желать, чтобы кому-то было плохо. Это называется скверно. И третье это карма. Что такое карма и как мы ее очищаем? Нужно максимально очищать карму, заботясь о своих детях. Заботиться о своих детях, заботиться о своих родителях, это заботиться о братьях и сестрах, если есть. Это называется метод очищения кармы. Делать это искренне, по возможности, в случае, если такая возможность есть. Если человек испытывает, в случае, если человек добродетелен, если человек проявляет вот такую благосклонность, в случае, если человек добр, то болезни могут от человека отступать. Ну, а чем мы лечим? Смотрите, вредный и злой человек, он обычно не добрый. А добрый человек тот, который располагается к другому человеку. Так вот, когда вы, допустим, думаете о ком-то и прикладываете к этому кому-то руки, то в этот момент вы можете почувствовать доброту, как доктор Айболит. Вот, если вы в этот момент чувствуете доброту, то вы лечите, при этом ничего себе не забираете, потому что доброта, проявляясь или проходя, как флюид через ваши руки в тело данного человека, излечивает болезнь. Поэтому добротой лечат болезни. Но нужна... Какая сила человека, который излечивает другие болезни? Сила в доброте. Чем больше доброты в человеке, тем больше он и тем мощнее он может повлиять на другого человека. Ну и второй вариант. Есть методики такие. Вот один из методов, это метод ментального очищения человека. Представляете, будто человек наполнен в своем теле темной, черной или темно-синей водой, и таким образом человек будет здоров. Почему темно-синей? Я не знаю. Дело в том, что сама книга, которая называется Вардурьянбо, Ксанджея Джамцо, она на первой странице имеет янтру. На этой янтре изображен темно-синего цвета Будда. Который держит в правой руке чашу с мирабаланом, эликсиром вечной жизни. И вокруг него в виде квадрат-алтарь, на котором изображены разные различные травы. Потом идут... Нет, не так. Сначала животные, части животных. Потом минералы. Потом растения. Потом еще одни растения. А сверху 12 вдохновителей учения. Это учения Кагью, учения Нигма и Дзакчен. И таким... Ну, Нигма это тоже Дзакчен. И таким образом сама медитация человека на синего Будду, с представлением, будто ты сам являешься вот таким темно-синим берилом, является основой, когда человек получает вот такие чувства. Это чувство доброты, чувство служения, чувство проявления. Таким образом, в случае, если человек медитирует на то, что он заполнен темной водой или представляет себя темно-темно-синего цвета, он становится добрее. Так указано в этих книгах, и так вылечивается заболевание. Ну и напомните мантру. Почему есть гиперчувствительность и невосприятие разных запахов табака, духов и прочее? Все это связано с гепацитами. И все это связано с билирубином. Чем выше билирубин, тем больше человеку не нравятся запахи. Чем ниже билирубин, тем лучше нравятся. Обычно, в случае, если человека раздражают запахи, это первые признаки нагрузки на печень. То есть, скорее всего, есть проблемы, которые связаны, вероятно, с 12-перстной кишкой. Либо связаны с желчным протоком или желчными протоками. Или с протоками поджелудочной 12-перстной кишки. Там же, знаете, 12-перстная кишка и есть место, где и с поджелудочной проток, и с желчного пузыря проток, они прямо в одном месте сходятся и вот создают там, совместно создают выделяющуюся жидкость. Там гастрин или панкреатин, или пепсин, или желчные кислоты и так далее. И вот в случае, если там что-то происходит не так, то это приводит к тому, что человеку становится не очень приятно. То есть, у него может появляться горечь во рту, изжога, также может ощущение быть металлического такого вкуса. И это очень неприятно для общего запаха. То есть, человеку искажается запах, ему все время кажется, что что-то ему очень неприятно и так далее. Токсическое, как правило, это говорит о каком-то токсическом отравлении. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мой брат сказал мне, что видел НЛО и скептически относилась. Не поверила. Видел ли он на самом деле НЛО? Да, видел. Скажите, пожалуйста, будет ли у меня переезд в следующем году и улучшит ли он у меня здоровье? Ну, будет, скорее всего. Здоровье, скорее всего, не улучшит. Ну, легче станет, но нет. Скажите, смогу ли я купить, выкупить родительский дом у банка когда-нибудь? Наверное, нет. Сыну 7 лет, плохо говорит, лечение разное проходило. И 2,8 будет ли он, говорит, скоро? Нет. Если не лечить правильно, говорить не будет. Андрей Андреевич, сыну 28 лет, девушке не интересует или мне не говорит, что встречается с кем-то, женится ли он? Женится он, девушке интересует, не переживайте. Сыну у вас нормальной ориентации, не переживайте. Еще и хорошую выберет, все будет хорошо. Чуть-чуть позже просто женится. У вас сегодня заразительно веселое настроение. Елочку поставили, потому что елочку поставили. Очень красиво. Девочки пели, Маша пела возле елочки. Девочки танцевали. Так было удивительно. Сами они все игрушки разместили на елке. Очень трогательно. Раньше я это делал в Софии, а сейчас даже не допустили. Сами поставили стремянку, одна другой подавала. Так красиво. Я так люблю вот эти праздники. За то, что можно видеть радость близких, которые находятся рядом с тобой. Так нравится дарить подарки, прям трогательно. И хочется говорить слова. Мы всегда празднуем Николая. Николай будет с воскресенья на понедельник. Мы нашей семьей, вот моя мама с отцом и родители моей жены, они из-за того, что мы украинцы, знаете, у нас принято праздновать Николая. И это праздник, который более празднуется, чем праздник Деда Мороза. То есть мы обычно на Новый год так себе, а на праздник, ну, как бы для друзей, там, знакомых. А Николай такой домашний праздник. Домашний праздник, когда свечи на столе стоят, когда коровая обязательно, когда обязательно утка запеченная с яблоками или гусь. Вот мы в нашей семье еще яички берем, их красим, как на Пасху. И вот у нас крашенки лежат на столе, так красиво все, мило. Самую красивую посуду ставим, ставим красивые свечи, выключаем свет. И трогательно так сидим, тихо-тихо разговариваем. Иногда поем, как правило, я пою там что-то. Или играю там на баяне. И там Маша у меня поет. В этом году даже концерт дети будут устраивать. Я помню свои праздники. Мама с папой, я был последний ребенок. И вот вечер был такой. Ставили табуретку, потому что втроем я садился на пол. Отец сидел на кровати, а мама садилась на табуретке еще с одной стороны. И буквально там какое-то очень простое блюдо. Два салата, оливье, шуба, джили без большого достатка. Открывали бутылку сухого вина. Мне не наливали никогда. Зажигали бенгальский огонь. И после того, когда там по чуть-чуть выпивали, я обязательно изучал какой-нибудь стих. И вот меня ставили на стул. Оба смотрели вот так. И я выступал, какой-нибудь стих им рассказывал. Причем старался так очень сильно. И потом, когда стих рассказывал, мне вручали небольшое количество конфет. Это было очень приятно. Аж, знаете, так приятно. И я вот хочу, чтобы дети мои тоже... Знаете, несколько слов, наверное, о том, как мы делаем наших детей счастливыми. Меня мои родители сделали счастливыми, потому что мама очень поддерживала. Потому что были вот такие моменты нашей жизни, когда там читали книги, или когда можно было высказаться, или когда там ставили на стулчик, я там рассказывал. И это создало у меня вкус. Потому что я хочу, чтобы такое было с моими детьми. И хочу тоже на это обращать внимание. А вы можете своими действиями, своими поступками, и своим участием выработать вкус у них. Мне бы хотелось, чтобы мои дети, выступая передо мной, сделали так, чтобы потом они выросли, и их дети радовали их, когда те будут выступать. Пусть это будет. Несколько слов еще вот почему-то я подумал об этом, и хотел бы сегодня дать. Дело в том, что люди, которые живут в этом мире, они постоянно проводят обряды. Хотите вы в это верить или не хотите? Эти обряды, они очень влияют на мир, который находится рядом с людьми. Это обряд, который условно можно назвать обряд хулы и хвалы. Смотрите, если вы что-то хвалите, то этого в вашей жизни будет много. А если вы что-то хулите, то этого в жизни вашей будет мало. И вот у вас, допустим, есть ребенок. У этого ребенка ничего не получается. И вы начинаете на него жаловаться, своей сестре, матери, еще кому-то. Вот у него не получается, такой безнадежный, вот дурачок, зачем он это сделал, тогда вы его хулите. Хулите, делаете ему хуже. А что нужно делать? Хвалить. А если не за что? А если не за что, то тогда нужно сесть в закрытом помещении, чтобы никто не слушал и сказать, ты у меня молодец, мой сынок, и пусть у тебя будет все хорошо. И молодец, у тебя ручки золотые и так далее. То есть помочь человеку любому можно вот таким образом. У вас там дочь не может выйти замуж, вы не можете выйти замуж. Похвалите себя. Начните хвалить себя. Закройтесь или вечером сядьте, поплачьте, а утром проснетесь и скажите, да ты еще молодец, а у тебя ручки красивые и ножки красивые, и ты хозяйка, и теплая, и такая же умничка, и столько всего в тебе есть хорошего, могла бы быть заботливой, и молодец, и хорошо готовишь, и хорошо выглядишь. Похвалите себя, хвалите себя. Но не для кого-то, или не перед кем-то, а сами для себя. Сами себя похвалите, или своего сына похвалите, или своего близкого похвалите. Это и есть некая магия, которая и называется магия хвалы и хулы. Как обычно люди живут, они всех подряд вокруг себя хули. А этот, а этот, там, такой-то, а этот, там, ты, там, а этот, та, этого, не знаешь. Друзья, почему-то вспомню, сегодня расскажу. Девочка такая была, Андрей Андреевич, там, пишет мне письмо, Андрей Андреевич, верните мне, пожалуйста, там, 80 долларов. Я говорю, хорошо, я верну вам 80 долларов. Дал распоряжение, вернули ей 80 долларов. После этого, из-за того, что у нее проблема с картой, ей деньги не зашли, не заходят. И мы этого не знаем, она находится в другой стране. Так вот, за три дня, она написала во все абсолютно отзовики, везде она написала, что это Дуйко, он там, какашка, вредный негодяй, сволочь, спана, фашист, нацист и так далее. И во все отзовики, поисковики, где только смогла, везде написала это. Потом оказалось, что это все в ютубах разных, там, написала это. Ну, я не слежу, мне просто там показали. И после чего, после чего мы ей вернули эти деньги, знаете, вернули эти деньги, но она, потом она написала такое письмо, комментарий где-то, она написала, да, у меня забрали, но потом вернули, спустя три дня, потому что у меня карта была заблокирована. Ну, хорошо, мы ей деньги вернули, почему она не убрала эти комментарии? Почему? Потому что человек склонен хулить. А что будет в ее жизни? Бить ее будет жизнь постоянно. Сначала ее, потом ее детей, потом ее внуков. Почему? За хулу Бог наказывает людей. Сильно наказывает. Поэтому нельзя хулить. Кто бы что ни сделал, все равно, всегда нужно относиться, знаете, своих хвалить, чужих не хулить и считать, что если кто-то делает, это вас не касается, то флаг ему в руки. Бог его накажет. Луцияна. Добрый вечер. Куда исчезло из комментариев мое обращение? Понятия не имею. Ну что ж, тогда будем заканчивать. Маме 88 находится в Волчанске. Нет ни газа, ни света, ни воды. выживет. Элизабет Бери. Скажите, пожалуйста, правильно ли перевозить моего сына на Кипр или мне все бросить и ехать жить в Белоруссию? Правильно, сына на Кипр. И не принимать наркотики вам нельзя. Не принимайте наркотики, они вас губят и ломают. Я хочу вас пригласить всех на мой вебинар, который состоится. Сейчас я посмотрю, когда он состоится. На мой вебинар, который состоится в 23 декабря. И начнется он в 18.00. И он называется Программирование 2023 года. На этом программировании я вам дам 50 советов, как необходимо отпраздновать Новый год так, чтобы в жизни появилось и здоровье, и деньги, и любовь. Также во время этого вебинара будет проведен обряд простукивания. Помните, когда человек создает для себя мантру исполнения своего желания. Вот мы вместе создадим. Третье. Я дам дополнительные советы о том, как же все-таки правильно в этом году праздновать Новый год, куда загадывать свое желание, куда направляться, где ставить звезду, какие есть ритуальные предметы для этого года и что, в общем-то, будет происходить в следующем году. Очень интересный получился, получится вебинар. Приходите, где-то будет длиться полтора-два часа. Его можно смотреть в записи, поэтому вы можете его приобрести не только 23 декабря, а еще и до конца Нового года и просмотреть для себя, исполнив все ритуалы, которые я дам. Дело в том, что все ритуалы, которые даются мной во время этого обряда, их можно выполнять с первого и по десятое число. И они будут срабатывать. Еще раз желаю всем успеха. Если вам понравился данный вебинар, то обязательно поставьте лайки под видео и обязательно подпишитесь на мой канал. Ну и ладно. Дальше. Сейчас я вот увидел на нашем сайте А почему-то исчезла. Сейчас еще раз. Ага. Итак, с 17 числа, а это с завтрашнего дня, и по 25 декабря в честь праздника Merry Christmas and Happy New Year салы распродажа минус 20% на все семинары нашей школы. Особенно рекомендую особенно рекомендую некоторые сангая. Особенно рекомендую семинар целительства. Есть уникальные семинары. Это магия денег, методы исполнения желаний. Мои любимые семинары это магия, деревенская магия, христианская магия, магия ислама, магия Тибета. Что говорят индийские боги? Это мои семинары, любимые. Конечно, для женщин это магия любви, тайны сексуальной магии для привлечения денег. Новый семинар Быстрое замужество. Просто мега-мега эффективный, как доказала время и практика. Ментальная механика целительства, эзотерическое целительство несколько частей. И самый мой любимый это трехдневный семинар обучения целительства, часть четвертая. эзотерика и дети, эзотерическая гомеопатия, похудение с помощью эзотерики, лечение всех заболеваний человека с помощью заклинаний, эзотерика лечения глаз. Одним ступени школы, одним словом, огромный океан огромного количества эзотерической информации, где много советов, много техник, много объяснений, много философий. Очень, очень много информации. Ну что ж, я желаю всем здоровья, счастья, любви. С наступающими вас праздниками Днем Святого Николая, который будет с воскресенья на понедельник. Пусть Святой Николай придет и всех поцелует. Пусть Святой Николай каждому подарит тепло в дом и уют. Пусть все останутся живы, пусть все станут добрее, пусть этот мир изменится и пусть хулы будет меньше, а хулы больше. Хвалите своих близких, помните, что они для вас самые родные и самые дорогие. Пусть мир будет теплее, добрее и светлее. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok